Добрый вечер Добрый вечер Люди, наши русские солдаты, дошли до Берлина, освобождали города. Вот я написала стихотворение «К дню Победы». Небольшое, у меня всегда небольшое. Всех поздравляю с праздником святым. Мы с вами все причастны к этой дате. Отцы и деды подвигом своим Нас сделали поистине богатыми. Ни деньгами, ни златом, серебром, Духовностью и верою святою. В то, что врагу мы точно не сдаем свой город И страну свою родную. Так с верою святой в атаку шли. Взрывали танки, роты поднимали. Все города, освободив, прошли. В Берлине флаг победный поднимали. И папа мой тогда в Берлин ступил. А слезы от потерь застили очи. Ведь вспомнил все тропинки, Все пути, бои, друзей потери Каждую ночью. С войны пришел домой совсем седой, Наградами сверкая и слезами. Рассказы о войне принес с собой. Но как нелюбознательны мы сами. Лишь в празднике победы за столом Мы рюмку за победу поднимали. И папины рассказы мы вдвоем с братишкой Словно сказку принимали. И только по прошествии времен, Когда давно седыми стали сами. Мы внукам память дедов отдаем Рассказами, романами, стихами. Вчера буквально написала еще одно стихотворение «Сны из войны». Не помню их, конечно. Их судьбы переписаны войной. Их жизни расстреляли автоматы. Сейчас же от страны своей родной Им достаются нищета и маты. За что в атаку шли на смертный бой? Ведь верили, что лучший день настанет, Когда от пули защитив собой Ребенка тут же умирали сами. Остались там лежать, в земле чужой. Родные к их могилам не приходят. А кто вернулся раненым домой, Всю жизнь их сны военные находят. Во сне атака, в бой, Давай вперед, за родину, За Сталина, к победе. И так полжизни он в боях живет, А утром рассказать стараясь детям. Да только слушать некому его Ритм жизни не дает порой общаться. И он от слез, не видя ничего, В снах о войне опять находит счастье. Ведь точно знал тогда, кто друг, Кто враг. Так души с той войной обнажились. Сейчас же все не то, И все не так. За что ж они тогда с фашистом бились? И все ж он верит в святость бытия, Что внуки не дадут войне случиться, И всем вокруг любовь свою даря, Живет в мечтах, Хоть раненой, но птицей. Значит, я уже пенсионерка, Но у меня есть подружки, Которые работают. И вот я, значит, в отпуск, В отпуск они все хотят, спешат, Лето скоро. И я написала, значит, такое, Скорей бы в солнце, в лето, в отпуск, Я поддаюсь чужим мечтам, Давно заказан мною пропуск, Но я его друзьям отдам. Они мечтают, я в сторонке на них Зависливо смотрю, И со своей прямой дороги Теперь уж точно не сверну. Мечтала и про море, пальмы, А в море белый пароход, Но местом отдыха был спальник. И в лес с друзьями турпоход, Романтика, костер, гитара И песни ночью костра. В палатках укрывались пары И целовались до утра, А с отпуском не получалось За много-много лет никак. Мне никогда не отдыхалось, И даже сон был кое-как. Сейчас на пенсии, Тем паче, проблемы окружили вновь. Да и здоровья уж не хватит К себе самой привить любовь. Ну а себе пора подумать, На все проблемы наплевать, Расправить плечи, Вспомнить юность И к морю синему сбежать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё прочесть? Нет? Сегодня я, проснувшись, Испытала необъяснимый Творческий полёт, Как будто лет мне Очень-очень мало. А мысли и дороги Все вперёд, Как будто нету За плечами лет, Печали, будто там, За горизонтом, А бед как будто не было И нет. Исчезли годы вдруг, Как будто оптом. Такая лёгкость, Словно крылья вдруг Прорезались И не дают согнуться. И так светло, Так радостно вокруг. Вот только очень страшно Оглянуться, Вдруг выяснится, Что ещё я сплю. А лёгкость Это только плод фантазии. И вновь о милости Всевышнего молю, Здоровья, Чтоб верну Соказии. Вот. Да? Сейчас. Ещё парочку. Я курила Очень долго. И в связи с этим Я потеряла свой голос. Я пела раньше. Пела. На баяне играла, Сама себе пела. Вот. А голос ушёл. И когда только я Бросила курить, Я очень переживала. Мы ж спускались вниз По лестнице И кружочкам Все курили. И вот я написала Семь лет назад. Вот. Как плохо, Что я бросила курить. Стоишь, Бывало, Куришь и мечтаешь. И пустоту стихами, А, И пустоту курением заполняешь. Как плохо, Что я бросила курить. В компании курить. В компании курящих Лучший друг и собеседник Не может правильно не пить. Не пить, Поскольку болен он наполовину. Как плохо, Что я бросила курить. Спасибо. Семь лет. Это было. Спасибо вам всем. С праздником. Прошу. Это была Галина Ильина. И мы на сцену Приглашаем Олега Заикина. Встречаем. Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь раз хочу приветствовать В этом прекрасном зале. Я там в таком цветнике женском, Поэтому извините, Немножко медленно зашел На этот подиум. Я хочу сказать, Продолжить тему военную немножечко. Буквально 9 мая В двухстах метров отсюда Был прекрасный концерт Для ветеранов Кузьмолова. И я имел честь Немножко попринять даже участие. Спасибо администрации, Спасибо ДК И спасибо администрации Кузьмолского. Поселка Кузьмолский. А вечером я встречал салют в Колпино. Это мой родной город. Я вырос и родился. И хочу прочитать первое створение Михаила Дудина, Посвященное защитникам Колпина В составе Ижорского батальона. Ижорка, Колпинский завод, Передний край, война. И снова воет, и ревет Смертельная волна. Чугунный хлам, железный лом, В полкорпуса обвал. Стоит стена, в стене пролом, Снаряд поджег подвал. Огонь бежит из желоба, В цистернах лещет течь, Горит, и падает труба В мартеновскую печь. Земля оглохла от пальбы, И небо заслоня, Стоят тяжелые столбы, Железа и огня. Осколки цементом пыля Звенят у черных плит, Кипит вода, Горит земля, А человек стоит. Извиняюсь, со стоечки возьму микрофон. Хочу сейчас спеть композицию «Машины времени» за тех, кто в море. Я хочу, чтобы все женщины Дождались своих мужчин И выпили чарку доброго вина за них. Прошу вас. И чуть-чуть ревера. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались. Вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, И вдаль уходила земля. И волны нам пели, и каждый пятый, Как правило, был в рулях. Я пью до дна. Я пью до дна за тех, кто в море, За тех, кого любит волна, За тех, кому повезет. Если цель одна и в радости и горе, То тот, кто не струсил и весел не бросил, Тот землю свою найдет. Напрасно нас в буре пугали, Вам скажет любой моряк, Что бури бояться нам стоит едва ли, В сущности буря пустяк. А в буре лишь крепче руки, И парус поможет идти. Гораздо трудней не свихнуться со скуки, И выдержать полный штиль. Я пью до дна за тех, кто в море, За тех, кого любит волна, За тех, кому повезет. Если цель одна и в радости и горе, То тот, кто не струсил и весел не бросил, Тот землю свою найдет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я пью до дна за тех, кто в море, За тех, кого любит волна, За тех, кому повезет. Если цель одна и в радости и горе, То тот, кто не струсил и весел не бросил, Тот землю свою найдет. Тот землю свою найдет. Тот землю свою найдет. Под железный звон кольчуги, Под железный звон кольчуги, На коня верхом садясь. В Ярославне в час разлуки, В Ярославне в час разлуки, Говорил, наверное, князь. Хмуриться не надо, лада, Хмуриться не надо, лада, Для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, Все равно ты будешь ладушкой, Все равно ты будешь ладушкой, Лада. Половинки пестрых радуг, Половинки пестрых радуг, Смоем мы на зло дождя. Мы умножим нашу радость, Мы умножим нашу радость, Мы умножим нашу радость, И разделим пополам. Хмуриться не надо, лада, Для меня твой смех награда, лада. Даже если станешь бабушкой, Все равно ты будешь ладушкой, Все равно ты будешь ладушкой, лада. Нам столетия не преграда, Нам столетия не преграда. И хочу, чтоб мы опять По забытым словам лада По забытым словам лада Всех любимых стали звать Хмуриться не надо, лада Хмуриться не надо, лада Для меня твой смех награда, лада Даже если станешь бабушкой Все равно ты будешь ладушкой Все равно ты будешь ладушкой, лада Даже если станешь бабушкой Все равно ты будешь ладушкой Все равно ты будешь ладушкой, лада Спасибо. В Доме культуры, куда вы сейчас пришли, где вы уже сколько лет бываете? Ну, всем, да? Спасибо. Я работаю уже больше 30 лет, то есть старейший здесь человек. Ну и на этом основании могу немножечко вам сказать о Доме культуры. Когда я сюда пришла, ой, много лет тому назад, здесь уже был замечательный Дом культуры. Мы весь поселок и Дом культуры от ГИБХ, Государственного института при Гладной химии. И вот здесь было, например, 18 вокально-инструментальных ансамблей. Я не знаю, где-нибудь было еще такое количество ансамблей, но у нас их было 18. И еще был, например, клуб молодых композиторов. И эти композиторы, мальчишки, девчонки, замечательные песни сочиняли. Потом был клуб «Радуга». Это поэтический клуб. Вот здесь были замечательные стихи, издавали даже в то время, издавалась книга. И еще был замечательный клуб «Фронтовичка». «Фронтовичка» — это женщины туда входили, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. В 18 лет у нас существовал этот клуб, вот я его вела. К сожалению, осталась одна женщина из всех «Фронтовичек». И вот о ней я как раз и сегодня и хочу рассказать. Это Валентина Санна Кукарева. В августе этого года ей исполнится 100 лет. Вот такая женщина необыкновенной судьбы, которая до сих пор прекрасна, но я не знаю, память у нее прекрасна, и до сих пор сочиняет стихи. Притом она на пианино прекрасно играла. Сейчас не знаю, я ее давненько уже не видела. Она сочиняла невероятные стихи. А вот о ее судьбе немножко расскажу. Ну, судьба у нее была и трудная, и суровая. Сама она родилась в Новгороде. И в 1936 году она окончила Медицинский Ленинградский институт. И уже в 1939 году на Финскую войну она пришла из аспирантуры. Сама попросилась добровольцем. Вот. 22 июня 1941 года она встретила кадровым врачом Брестского армейского госпиталя в Бресте. На пятый день войны оказалась в немецком плену. Прошла все круги фашистского ада. Она все эти годы была в концлагерях. Когда вернулась на родину, здесь ее подверг невероятным репрессиям. Вот представляете, вот человек, который прошел войну, она бежала из лагеря даже. Ее поймали, вернули. Там жуткое что-то было. И вот здесь ее репрессиям. Ну, потом все-таки как-то все выяснилось. Вышла замуж, да. И была очень долго замечательным участковым врачом у нас. И хорошо известным местным жителям. И стихи она писала вот с юности. И я вам хочу прочесть стихотворение, которое меня в топс-то до глубины дыши тронуло. Называется оно «Шинель». Вернулась с войны из плена. Мне нечего было жевать. Шинель, что почти истлела, пошла на базар продавать. Была она серо-желтая, вся выношенная, потертая. Шинель мою щупали, гладили. Подняв, проверяли на свет. В накидку на плечи ладили. Ну что, берете ее или нет? Но тут инвалид на протезе погладил меня рукой. Послушай, в таком вот разрезе пошла бы ты, девка, домой. Шинель-то, смотри, простреляна. Ой, не могу же. Смотри, простреляна. Небось, не в тылу, а там. Крепись, как солдату велено. Конечно же, не продам. Мы в финскую с ней вместе. Лежали в жгучих снегах. Со мной она была в Бресте. Со мной в концлагерях. Шинель развернула, накинула. Еще пригодится не раз. Пилотку на лоб надвинула. Под взглядом сочувственных глаз. Потом развернулась по-воински налево. Вздохнув глубоко. И пошагала с достоинством. И стало на сердце легко. Еще одно маленькое стихотворение. Ну вот до конца она все-таки оптимистка. Ну невероятно. Я ее очень долго знала. Вот фронтовичка, 18 лет вместе. Маленькая мошка села на ладонь. И сказала крошка, ты меня не тронь. Я ведь однодневка, как мотылек. И дала мне Богом лишь один денек. Разразни ладошку. Трудно мне дышать. Я хочу немножко в поле полетать. Как нам мало надо. Лишь бы день прожить. Как мы не умеем жизнью дорожить.